Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно», развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Паша. Ну, здравствуйте. И Денис. Приветик, приветик. Ну что, дорогие мои друзья, мои коллеги, уважаемые слушатели, все подключившиеся в наш выпуск. Да, все, кого зацепил заголовок, сегодня мы будем говорить об очень-очень-очень-очень-очень старом порно. Да, такое есть. Мне удалось отправиться, докопаться, так сказать, до самых аналов порноиндустрии и отыскать для вас там жемчужину. Сделай кликбейт, пожалуйста. Какой самый ранний ролик, какой год будет озвучен? А я бы, кстати, хотела обратить к тебе этот вопрос и сказать, как ты думаешь, какой самый ранний год выхода порно? Блин, ну, учитывая, что мы все знаем какой-то французский фильм, если я не ошибаюсь, он вышел в 1892 году. Вот если я не ошибаюсь. Что-то про поезд и девочку, если я не ошибаюсь. Поезд и девочку нет. Нет, про поезд был самый первый фильм, а порно там в следующем году, по-моему, после того, что... Ну вот если я не ошибаюсь, ну, точнее, я думаю, что ранее этого года нет. Ну да, не существовало, потому что видео... Про поезд и девочку звучит очень, конечно, Денис сложил... Анна Каренина. Я сложил самый первый фильм про поезд, который, собственно, был, и девочку добавил, чтобы как бы вроде порношный сюжет был. Ну да, это просто... Хотя обычно в фильмах про поезд девочек нет. Порно, где только поезд... Не выкупили, да, мою шутку? Ну ладно, она была все равно очень неприличная. Блядь, я не обратил внимания. Ну, короче, да, ты не прав, это чуть-чуть попозже случилось. Мы сегодня будем говорить про стек порно. В прошлом выпуске, когда мы обсуждали понятие диванного кастинга, да, я вам говорила, что первый ролик, снятый в диванном кастинге, был как раз-таки примером стек порно. Это очень старое дерьмо, вот, ну, очень интересное, поэтому я решила покопаться поглубже и поискать еще и его, скажем так, истоки. Поэтому расскажу вам, что это такое, как это было и почему этого уже нет. Вот, ну, а прежде чем мы это сделаем, я предлагаю послушать новости, которые принес нам Паша. Суд запретил испанскому полицейскому совмещать службу и работу в порно. Высший суд Мадрида признал работу полицейского несовместимой со съемками в порнофильмах. За тяжкий проступок, это прямая цитата из судебного акта, сотрудника полиции оштрафовали и отстранили от службы на 6 месяцев, пересказывает «Эль Паис», журнал «Нож». Давид из Севильи продавал в соцсетях эротическое видео и шоу в прямом эфире. Шоумэн. Шоумэн. Полицейский, в свою очередь, отказался признавать съемку в эротических видео второй работой. По его словам, он не снимался в полицейской форме и не зарабатывал на роликах. Кроме того, это были ролики для аккаунта его девушки, которая как раз и была секс-работницей. Но, соответственно, недавно они расстались, и он решил попробовать сам снимать. Когда уходит бизнес-партнер. Все еще, повторяюсь, канал его девушки, он просто попробовал сам снимать. Вроде как бы все сходится в этой легенде. Слушай, ну он хотя бы такой, да, не очень чейсвэшный молодой человек, как бы признал, что это не работа, это вот у нее работа, а я так на добровольных началах там подрабатываю. Стажер. Вообще я не знаю, конечно, тут особо нечего сказать. Не знаю, о чем люди думают, совмещая адалт-индустрию с чем-то государственным. Но с моральной точки зрения суд, наверное, прав. Ну то, что он порочит честь и достоинство граждан, которые у власти, у полицейской, вот это вот все. Ну, скорее всего, да. Проблема, конечно, в том, что много людей гораздо более интересными делами занимаются, и более незаконными, и при этом с такими громкими формулировками их не увольняют. Я так думаю, что в Испании примерно такая же, наверное, история. Ну да, тоже верно, тоже верно. Как всегда, нет ничего чисто черного и чисто белого. Всегда, вот знаете, такое все. Тут уж надо определиться, либо полиция, либо онлифанс. Либо полиция. Да, точно. Кстати, вообще прикольно. Хорош, каламбурный парень. Нет, вообще прикольно в том плане, что, прикинь, вот мужику не страшно служить в органах, да, и сниматься в порно. Ну опять страшно служить в органах и показывать органы, получается, да. Даже каламбурчик. Тоже хотим, да, как ты. Ну, а что страшно, ты думаешь? Другой вопрос, блядь, как это узнали? Ну типа, кто-то... Подписано. Да, кто-то подписано, и такой, о, блядь, это же Кирилл. Ну типа, Илья Викторович, там у нас Кирилл в порнофе снимали. Там Давид. Сантьяго. Сантьяго. Да, какой-нибудь. Не Давид? Там же было слово Давид. Может быть. Я уже забыл, как зовут человека, и было ли вообще упоминание его имени там. Ну как-то нашли. Всё-таки интернет такая штука, ничего не спрячешь в нём. Ну да. Засветился в порно, будь готов светить всю жизнь. Да, Давид из Севильи. Всю жизнь. Всё правильно. Ну ладно, дальше от Давида из Севильи к более насущным проблемам. Учёные Фуданьского университета заявили, что оргазм зависит от высоты каблука. О, блядь. Китайские исследователи опросили 1263 женщины о дисфункциях тазового дна и о предпочитаемой обуви. Ну, о предпочитаемой обуви, допустим, как они спрашивали, а что вы думаете про дисфункцию тазового дна, уважаемые? Как ваше тазовое дно, пожалуйста. Да, так вот, в результате выяснилось, что респондентки, которые чаще ходят на каблуках высотой в 3-5 сантиметров и диаметром более 3 сантиметров, меньше других страдают от проблем с органами малого таза. При этом, чем дольше женщины ходят на таких каблуках, тем лучше у них тонус мышц тазового дна, от которого зависит достижение оргазма. Вот такое вот чудесное утверждение. Мне прямо сейчас... Держи, пристегнитесь. Так, мы взлетаем, да? Да, самолет готовится к взлету. Так вот, значит, тазовое дно. Китайские ученые. Тут очень интересная тема, на самом деле. Если вы сейчас подумали, что я буду защищать женщин и хайд китайских ученых, пипец, как вы ошиблись. Я пока все равно не понял, на какой ты стороне, блин. Итак, я не на стороне. Я сейчас хочу рассказать очень интересную вещь, которая может вполне служить аргументом к тому, что пытались донести, вернее, на чем базировалось исследование китайских ученых. Это из личных наблюдений? Нет, это не из личных наблюдений, это из моего кругозора. Так, так, так. С точки зрения эволюции, женщина с более длинными ногами больше расположена к здоровому деторождению. То есть, почему, допустим, популярные каблуки, почему это считается сексуальным? Не потому, что там красивая попка или это как-то там у нас... Ну, ноги длиннее кажутся. Да, ноги кажутся длиннее, и чисто вот на примитивно животном уровне, на уровне инстинктов и гормонов, мужчина, видящий женщину с более длинными ногами... Думает, что это лучшая самка. Да, распознает в ней более фертильную самку. То есть, вот эта сексуальность рождается на стыке гормонов и эволюции. Ну, прям как ругательство. Какое-то самка фертильная. Да, типа такого. И ширина бедер тоже вроде входит в это. Да, соответственно, как бы сейчас, да, когда мы, ну, не так управляемы базовыми инстинктами, как в более древние времена, хотя они всё равно являются... Как в период пубертата. Да, неотъемлемой частью нашей жизни, видя женщину, да, то есть каблуки превратились из элементов... Ну, длинные ноги, вернее, да, которые делают каблуки, превратились из элементов вполне объяснимого, в принципе, да, физиологии человека, в элемент уже сексуализации женщин. То есть, как бы женщина в каблуках – это визуально более длинные ноги, это подтянутая попа, потому что ты в такой позе, в которой ягодицы подпрыгивают, они напрягаются. Какая может быть связь с тазовым дном? Ну, возможно, тоже относительно прямая, потому что если мышцы таза напрягаются периодически, значит, они находятся в стимуляции, значит, очевидно, тазовое дно будет более здоровым. Я, конечно, молчу про влияние некачественных каблуков и колоток на позвоночник. Да, но, тем не менее, вот эта связь, она имеется. И тут ещё очень интересно про гормоны, да, то есть, когда женщина сама надевает каблуки и становится сексуальной в глазах других, это стимулирует выработку гормонов женских, которые влияют, ну, и мужских в том числе, которые влияют на либидо. И поэтому, возможно, у женщин, которые чаще носят каблуки, в этом плане, ну, как бы мы говорим в long-term перспективе, да, то есть, долго носишь каблуки, несчастно, делая резко, получила всплеск. Нет, когда долго носишь, как бы гормональный фон частично тоже от этого зависит. И, возможно, у них поэтому меньше проблем с оргазмом, потому что меньше проблем, в принципе, с сексуальной жизнью, в том числе с тазовым дном. Вот такой вот фокус вам дал. Короче, я из твоего спича понял, что китайские учёные, видимо, сказали какую-то прописную истину, которая давным-давно известна. И зачем они это проводили? И её за то, что вот мы, смотрите, разрабатывали, заплатите нам денег. Да, тут просто хочется подчеркнуть, что, ну, как бы по-сексистски это не звучала история, да, под ней лежит некая, ну, как бы база физиологическая. Вполне объяснимая вещь. Да, объяснимая. Да, и сама вот это, сам принцип, да, сексуализации женщины, он же тоже основан на очень таких животных понятиях сексуальности. Но очень интересная мысль, кстати, задуматься. Да, я ещё хочу сказать, что я это не сама придумала. То есть я смотрела ряд лекций про именно гормональный обмен в теле мужчины и женщины, и оттуда я подчеркнула вот эту вот связь, в принципе. Ну, вот тоже, знаешь, Лея, носишь каблуки, большое либидо, но кривой позвоночник, блядь. Вот выбирай. Ну, нужно просто каблуки хорошие. Там, блин, 3-5 сантиметров – это вообще не каблук. Я вам так скажу, как женщина. Ну, вот видишь как, просветительский, опять же, подкаст. Получается, получается. Ну, и последняя новость, вопиющая вообще. Сегодня 31 января, если что, мы записываем этот выпуск. И OnlyFans с утра шокировал тем, что заблокировал российским пользователям доступ к сайту. Официально при этом никто о закрытии на территории РФ не заявлял, но, тем не менее, доступ к ресурсу через российские IP-адреса запрещен был. В апреле, как мы помним, OnlyFans объявил, что останавливает обслуживание российских аккаунтов из-за сложностей с платежами. Это по-прежнему тоже остается в действии. Но вот теперь и вообще, как бы, получается, предподзакрыли для нас. Не разрулили, не разрулили. Ну, и позже OnlyFans вот к вечеру заявил, что никто там, дескать, не блокировал сайт для российских пользователей. Возникли сбои из-за технической проблемы, как у нас сейчас все любят объяснять, не вдаваясь в подробности. Технические шоколадки. Значит, да, говорят, затронуло некоторые регионы, и, собственно, уже решена данная, данный вопросик. Порешали, значит, все там починили, действительно, пока OnlyFans работает. А ты проверил по шоколу? Да. Проверил? Ну, конечно, зашел. И что, все, чики-чики? Ну, заходит, да. Как гласит там открывающая страничка этого сайта, поддержи любимых контент-мейкеров или что там такое. Значит, творцов, художников и иных сладких булочек, которые там выкладывают всякую штуку. Поэтому, ну, ждем, что это. Может, это технические действительно подготовка к тому, что OnlyFans обрубят на территории РФ, а может, правда, технические шоколадки имели место быть, и дальше все будет работать в татном режиме. Ой, ну, слушайте, шоколадки, шоколадками, у нас вон ВК-шечка есть. О, блядь, вспомнила. Однокласснички, скоро там можно будет, наверное. Слушай, а главное, шумиху-то подняли по поводу OnlyFans. То есть, казалось бы, не самый, хотя, наверное, популярный ресурс считается. Ну, конечно. Слушай, может, там готовят какой-то суперклассный релиз, и они сейчас вот это российским пользователям обрубили, чтобы они повоняли, чтобы в сети написали, а потом вот, пожалуйста, а вот еще и как бы, да. Пирожок с капустой бесплатно. Новая платформа какая-нибудь, новый, не знаю, что там, решение айтичное. Бесплатные сиськи. Ну, да, бесплатные сиськи, они как бы только в... Где? В мышеловке? Только в Гугле. А, мышеловке. Ну, это как в сети. Бесплатные сиськи только в мышеловке. Ну, или дома, если вы располагаете, да, счастьем отношений. О, кстати, да. Да, бесплатные сиськи. Ну, в общем, как-то так. Free boobs. На этом все, да, у нас, Настя? Да, да, на сегодня пока да. Неплохая повесточка. Ну, тогда двигаемся дальше и поговорим про очень старое порно. Итак, стек порно. В прошлом выпуске я говорила об этом в контексте диванного этого коучинга, почему-то хочу сказать. Диванный коучинг, ну вот это, да? Ну, вот этот вот, знаете. Мне, знаешь, ассоциируется вот с продюсированием прошлого выпуска. Типа продюсер в те годы равно зарождение жанра коучинга. Совершенно верно, у тебя зарождается такая ассоциация, потому что без продюсеров не было бы никакого порно, да. То есть, если сейчас мы можем зайти на OnlyFans, выгрузить свой видосик «Я сам себе продюсер», да, то раньше, конечно, такой истории не было. Были более такие, знаете, амбициозные умельцы, которые находили возможности создавать серотический контент. Никто не сидел дома и не думал, как бы мне свою шляпу заснять на видео. Ну, может, конечно, кто-то и думал, но просто мечтал. Когда же наступят эти времена, чтобы так можно было сделать? Шляпкой-то сверкнуть в сети. Ну да, да. Кошмар. По традиции начнем с самого начала. Хочется поговорить о значении слова стэг, потому что я нашла интересный перевод. Вообще аналога этому слову в русском языке я не нашла. То есть нет такой категории порно, которая бы называлась как-то, ну, с переводом. Там типа, не знаю, лошадиная или там оленивая порно. Ну, стэг переводится как олень, в частности. А, да? Вот, ну, одно из значений. Я думал, дир, олень. Ну, тоже олень, да. Лось или... Не, лось это мусс, ну, не суть, короче. Что-то с животными связано. Но я копнула дальше по словарю и увидела, значит, что слово стэг переводится как кавалер без дамы. Причем именно вот в такой формулировочке, да. А еще есть такое словосочетание как стэг-пати, что значит... Пати кавалеров без дамы. Значит, холостяцкая вечеринка. Да, и тут начинается самое интересное, потому что значение, это интимология этого слова намекает нам уже на целевую аудиторию такого контента, да, что отсылает нас к еще одной интересной мысли, что в то время, о котором я скажу позже, да, с учетом устройства общества в значимости патриархата и прошлого, это не только говорит о целевой аудитории порно, но и определенному отношению к актрисам, которые в этом порно снимались, то бишь к женщинам. Итак, что из себя представляет, собственно, стэг-порно? Это немые черно-белые порно-фильмы, в основном в жанре хардкор, обычно длительностью от 5 до 10 минут, в котором происходит полный вообще отвал башки, полный хаос. Это короткие, нарантивные ставки с подобием сюжета в немом фильме, сами понимаете, насколько глубокое погружение может быть в этот сюжет. Это рандомные сексуальные акты разной степени развратности, полнейшая толкотня, очень грубая репрезентация частей тела, в частности гениталий, иногда фрагментарно-оральный секс, значит, и окуляция, и, в общем, все это вот так очень непонятно происходит, как будто бы на ускоренной съемке люди там что-то колеблются, толкаются, мнутся как-то очень урывочно этим всем занимаются. Это что, было одно из самых первых жанров порно, получается? Ну, тут сложно сказать, а не какой вот один из самых первых жанров. Мы говорим, да, конкретно про этот жанр, именно вот направление стэк-порно. Я не знаю доподлинно, было ли что-то до. Наверняка что-то было. Но интересно не это, а то, что проследить, куда уходят корни вот этого направления порно, уже невозможно. Слушайте, да мне кажется, тут вопрос-то не в этом, что это было первым жанром порно. Просто не было понимания у людей, что делать. Был аппарат, который мог снимать видео, это ваше. То есть не было никаких тебе основ монтажа, основ режиссуры, построения кадра и так далее и тому подобное. То есть люди просто, ну, давайте что-то снимать. И как бы по такому принципу примерно снимали первые фильмы. В классическом их понимании. И порно, что, не исключение. Мы же сколько раз обсуждали, что здесь, в принципе, те же самые тренды, как в классическом кинематографе, так и в порноиндустрии. То есть и здесь, ну, будем, значит, снимать. Получается, да, хаотичная нарезка чего-то, где-то, как-то. Если есть какой-то минимальный сюжет, уже за это спасибо вам большое. Ну, может быть, может быть. Просто видишь, Даша сказала, вот этот набор сцен, какая-то непонятная вообще нарезка с хардкором каким-то. О чем речь? То есть вряд ли же там пришел какой-то тип, говорит, так, короче, я режиссер, я придумал. Мы будем снимать хаотичную нарезку. В этом всем есть такая какая-то мысль. Нет, скорее всего, просто никто ничего не умел делать. И они такие, попробуем. Поэтому попробуем так, да. А впоследствии люди, когда стало много всего, посмотрели это и говорили, о, круто. А из этого же можно сделать вот реально какой-то уже... Ролик? Какую-то фишечку, да. Назовем это вот так вот. И это вроде как и косплей, то, что было в самом начале при зарождении этой всей истории. И вроде как мы вот новый жанр какой-то придумали. Потому что уже при всем том массиве данных можем как-то обосновать, почему именно так, а не иначе. Все понял, вообще логично. Ну, вы почти правы, почти правы. Все правильно вангуете. Я сейчас задумалась о том, что первым порно, в принципе, могло быть порно не снятое на видео, а просто вот этот вот набор картинок в этом фрагскеноскопе, когда быстро крутится колба, цилиндр, и сменяются кадры. И, возможно, такое тоже было. Если можно зайчиха нарисовать, почему нельзя попу нарисовать. Но, собственно, едем дальше по истории, чтобы вы понимали, как, что вообще происходило. Первый фильм, вот этот стек порно, был снят в 1915 году. Вот, это самый-самый первый пример. Что было раньше, как бы, доподлинно неизвестно. И, по сути, само стек порно является настолько глубоким дном порноиндустрии, что сегодня этот жанр выглядит даже свежо. Как говорится, да, новое – это хорошо забытое старое. Вот, можно бы, наверное, так вот смело, возьму на себя ответственность, сказать, что это прародитель хардкорного порно. Потому что, ну, эти видосы были именно хардкорными, и тут еще не стоит путать их с ранней эротикой. Потому что ранняя эротика не была хардкорной, она была довольно изящной. Там фотографии, бусики, все вот эти перья. Вот, а тут, как бы, да, немножечко грязи налили. Собственно, как вообще придумали снимать подобные видосы? Значит, 20-е годы, 20-го века с технологиями, сами понимаете, было все не очень хорошо, как сейчас. Айтишечка еще не работала. Вот, да, все было довольно примитивно. Были какие-то уже камеры. В основном эти камеры не были в широком доступе. Нельзя было их заказать в каком-нибудь онлайн-магазине. Вот, люди, вот что было, на том и снимали. И, как бы, вот находились умельцы, которые, значит, находили людей, находили местечко под покровом ночи, по договоренности с местными, значит, преступными бандами. Снимали этих людей. Это ты сейчас серьезно? Порно, порно, да. Преступными бандами? Вот, и затем распространяли. В основном как распространяли? Среди каких-то маленьких городишек, в которых в то время превалировала, значит, эта мускулинная культура. И были некие коммуны, сообщества, комьюнити, да, организации, которые вот состояли преимущественно из мужчин. Что делали эти организации? Они собирались, значит, на холостяцкие вечеринки, те самые пресловутые. И что делали? Все вместе смотрели на хардкорное порно, которое вот снимали. Ну, а что, очень брутальное мужское занятие. Занятие. Ничего необычного. Если ваша вечеринка не похожа на это, незавидимая. Еще при этом, если мужчины как-то развлекали себя рука блудством, это было очень странно. Я не знаю, как они себя развлекали. Порицаем, не поддерживаем. В учебнике было написано, смотрели. Только смотрели. Ладно, если еще соседу они как бы выручали. Какой кошмар, Денис. В общем, нет. Не будем, да, забегать в фантазии. Останемся на фактах, будем, значит, сидеть. Так вот, эти коммуны, значит, вот так развлекались. То есть были непосредственные потребители, которым все очень нравилось, все это очень хорошо разлеталось, денежка капала в кармашек, все было нормально. Как понимаете, бизнес-модель очень прочная, очень понятная, очень рабочая, да, и от этого великолепная. Есть вопросик, очень логичный. Я вот не знаю, как на уровне законодательства регулировалось распространение тех самых фильмов. Да никак. И был ли смысл скрывать это? Ну, слушай, конечно, было. Как все новое, да, пробовали, и, конечно, никто не знал. То есть все это делалось под покровом ночи. То есть люди понимали, что приглашать каких-то неизвестных людей с улицы, ну, заставлять, не заставлять, не знаю, просить их заниматься сексом на камеру, что это, ну, как-то не очень... Ну, это не очень литично. Это не ноу-хау какое-то сейчас все офигеют, какой я придумал бизнес-модель. Конечно, нет. К тому же это все было связано с этими преступными организациями, каким-то там, ну, не скажу слово «синдикат», просто недавно смотрела миссию выполнение. Бадюками. Слово «синдикат» понравилось. Да, то есть, конечно, возможно, не так, но были какие-то, видимо, крышующие люди, которые как-то помогали им денежкой, места организовывали какие-то. То есть это не отели, да, там не порно-Диснейленды, как у кого-то, я не помню, уже у нас было в первом сезоне. Нет, конечно, не так. То есть какая-то очень, ну, очень не похожая на порно-студию место. Да и не было порно-студии как таковых. Это вот первая, условно, похожая на бизнес-история. Не было и индустрии как таковой. Да, не было индустрии. Бля, сейчас так это удивительно слушать. Ну, вот это же реально когда-то зарождалась, эта индустрия. То, что это все остановилось, бренды появлялись. И реально же это когда-то как-то начиналось, вот. Как-то начиналось, да. Те самые истоки, когда кто-то такой, блин, предложу посниматься. В России с падением железного занавеса, в Европе пораньше так и начиналось, да. Ну, собственно, что? Вот этот стек-жанр, он достаточно долго держал обороты. Почему? Потому что, учитывая, да, что схема рабочая, упор на вот этих продюсеров первых, у них не было никакой мотивации придумывать что-то новое, как-то развивать, потому что казалось, что, ну, никто не думал, да, о порно в таких масштабах. То есть это все было не как, типа, прикиньте, развлекательный контент классный, да, целую индустрию сейчас создадим. Это было вот просто вот такое вот какое-то дикое развлечение для мужчин смотреть на вот такое жесткое порно. Но как бы озвучивать тоже эти видосы никто не придумал, раскрашивать тоже как бы нафиг никому не упало. Как слепили, так и продали. Потому что, извините, что есть? Не было такого, чтобы человек такой пьюр-табу мне, будьте добры, пожалуйста, какое-нибудь вот там, что там еще есть из такой нежнятины всякие? Кто у нас прародители сейчас? Ну, из нежнятины какой-нибудь Иксарт. Да-да-да-да-да. Вот там чтобы все, там на шелковые простыни давайте. Надоело вот это вот ваше все. Жестянщина. Нет, все было довольно грязненько, да, как и вот, как и полагается. Обстановочка в этом заведении и видео, которое там транслировали, все было достаточно грязненько. Да, чем занимались, кстати, эти коммуны, тоже непонятно, раз они еще смотрели порно все вместе, ну, возможно, тоже какие-нибудь там ритуалы совершали. Слушай, там же все приколы туда тянулись, я так понимаю, что и бутлегерство, и все это, это все одно и то же комьюнити. Да, на коней посмотрели, денежку поставили, перестреляли цыган в подворотни и пошли смотреть порно. Все нормально. День прошел. Первый сезон острых козырьков отыграли. Да-да, тоже вспомнил. Да. Ладно, что дальше происходит? С 50-х годами технологии начинают развиваться, слава богу. Это развитие позволяет порнопродюсерам не только уже на оборудовании каком-то плюс-минус нормальном сниматься, ну, не в наших, конечно, критериях, но и локализовать съемки. То есть это не чьи-то там какие-то квартиры, подворотни, хатки, а уже что-то больше похожее на студию. И, собственно, из-за того, что это начало появляться, вот это стек-порно постепенно его популярность начала угасать. Вот. Таким промежуточным этапом между стек и чем-то более похожим на порно стали появляться, знаете, такие зацикленные видосы, в которых, ну, как видосы, да, фильмы, в которых кадры зацикливались, крутились друг за другом, ну, как вот эти коубы, лупы и всякие прочие вещи. И попы. Да, и их уже догадались. Их уже догадались раскрасить и озвучить. То есть было уже поинтересней как-то смотреть на это. Вот. А в 68-м году стек полностью помер, приказал долго жить, потому что ему на замену пришли уже адекватные порно-ролики длиною, ну, там, минимум в час, в которых был прописанный сюжет, в которых были красивые декорации, были, ну, профессиональные актеры, плюс-минус. И самое главное, что весь процесс съемки был, стал контролируемым. То есть продюсеры могли диктовать актерам, как нужно двигаться, что нужно делать, чтобы соответствовать сценарию. Это уже не было хаотичным набором каких-то сцен. Непонятно, это договорились или это вот так просто произошло, и люди сняли. То есть что-то уже более-менее, назовем это легальное, ну, конечно, да, в парадигме, где не существует закона запрещающего порно, что-то более стандартное в нашем понимании. Вот. И на этом, собственно, стек абсолютно полностью канул в лету. В 50-е годы, кстати, начинает зарождаться очень важная веха в истории порнографии. Это золотой век, собственно, порнографии, да, вот этот порно-шик, который придет в 70-е. И поэтому у продюсеров, у режиссеров появляются возможности, появляются ресурсы, появляется какое-то видение того, очень нужно делать дальше. Еще прикол здесь в том, что многие режиссеры, которые снимали стек, потом снимали для золотого века. То есть развитие было. То есть они перенесли какой-то свой порно-опыт в эту историю. Тут, как бы, поговоря, да, о структуре всего этого, хочется поговорить еще и о том, почему это интересно и важно. Если верить некоторым экспертам, да, которые изучают порно с точки зрения истории, изучают там развитие сексуальности и всего такого, они считают, что стек — это некое окно, через которое мы можем заглянуть в прошлое и посмотреть не только на то, как развивалась порноиндустрия, да, из чего формировалась порно, но и посмотреть еще и на культуру, на общество тех времен и то, как они повлияли на то, что мы смотрим сегодня. Вот. На то, как они сформировали, собственно, порно таким, каким мы его знаем. Блядь, очень-очень странно звучит, как будто это немножечко натянуто. Это типа, ну, это понятно, что оно так, но типа через призму этих порнофильмов увидеть общество тех времен, ну, прям... А почему тебе кажется, что ты натянуто? Вот ты смотришь видос, в котором все так очень грязно и как-то потребительски, да, эти видосы созданы для того, чтобы группа мужиков на какой-то там своей сходке их посмотрела. Вот тебе, пожалуйста, патриархально-экономический срез. Да, в принципе, если с этой точки зрения смотреть, да. Это единственная точка зрения, с которой нужно смотреть. То есть это, вот тебе, пожалуйста, экономический спрос на второсортное видео. Вот тебе, пожалуйста, преобладание мужского, скажем так, мнения, да, в обществе. Вот тебе, пожалуйста, потребительское отношение к женщине, потому что женщина как единица экономическая ничего из себя не представляла. Все это, пожалуйста, иллюстрирует стек-порно. И так как стек-порно еще и плотно связано с кауч-кастингом, про который мы говорили в прошлом выпуске, мы еще и понимаем, что, в принципе, была тенденция использовать секс как инструмент власти и заработка. Господи, как же много изменилось в мире. Сейчас-то, конечно, вообще по-другому все. Поэтому так важно, что вот они корни, откуда они растут, вот и родоначальники, в принципе, да, какой-то даже не то, чтобы жанра, а контекста культурного, вот этих привычек, парадигмы, в которой мы, в принципе, видим и понимаем порно. Ну, слушайте, это же, опять же, как любой процесс. Взять там, я не знаю, Лавкрафта с его, как прародителя жанра вот этой всей истории. Если вы читали какие-то более поздние произведения не Лавкрафта, а других авторов, которые работают в подобном жанре, а потом прочитали какое-то произведение Лавкрафта, вам будет казаться, что это просто как табуретка, неинтересно, избитая и вообще, типа, не стоит вашего внимания. Потому что вот же, есть люди, которые сейчас пишут намного ярче, намного захватывающе, страшнее, как угодно. Но смысл в том, что именно он сформировал какие-то основные модели. Эдгар Ампо вдохновлялся. Ну, да, базировался на других каких-то авторов. Ну, он-то всё равно там в своём-то жанре был так или иначе один из столпов. Так и здесь. То есть, да, это там некрасиво, плохо снято. Это классика, да? Какие-то там вот истории, то есть люди такие, ну, вот здесь вот получилось удачно. Давайте-ка мы вот именно вот этот момент как-то более профессионально снимем, как-то вот что-то подумаем здесь. И из какого-то момента, который снят случайно вот в этом кустарном ужасном видео, получается вот что-то уже похожее на продукт, над которым поработали. Но, опять же, в его корнях вот это вот вся история. Да. Тут ещё важно смотреть на это не только как на какой-то культурный контекст, но и на сексуальный контекст, да? То есть, в принципе, сек-порно – это, не знаю, окно, опять, да, используем это слово, через которое можно увидеть более примитивный, очень такой аутентичный, не знаю, весёлый, сокрытый, любительский сексуальный опыт. То есть то, как люди делали это раньше. То есть что, ну, можно сказать, что, наверное, особо ничего не изменилось, да? А можно сказать, что нет сейчас там очень много новых стандартов, которые тогда были как бы людям незнакомы. И поэтому сек-порно – это очень важная, очень большая глава в эволюции, в принципе, современного порно. Вот. И это доказывает как раз-таки тезис, который я приводила чуть ранее, о том, что многие режиссёры, которые снимали это сек-порно, они работали потом над более современными жанрами, над большим его развитием. Ну, видишь, Дашулик, я, вот, чисто моя точка зрения, я достаточно скуп на такие глубокие выводы и размышления. То есть я, как вот это попсикольное поколение, ну, видишь, для меня знакома только вот эта красивая картинка порно, и для меня это звучит диковато. То, что вот раньше были какие-то нарезки с рандомными роликами какими-то, особенно с хардкорными элементами, для меня это прям немножко диковато. Но если рассматривать с твоей точки зрения, это действительно как окно в историю, да, здесь это имеет место быть. Слушай, но я же это рассказываю не для того, чтобы как-то оправдать этот жанр или сказать, не, ребят, но это было нормально. Просто это были тёмные времена. Сам факт того, что это было, это же когда-то зарождалось, как мы это обсуждали. Мы здесь в подкасте порно исследуем порноиндустрию во всей её красе и некрасивости, скажем так. Поэтому наша задача просто рассказать, а не оценить это по десятибальной шкале и дать там какую-то моральную оценку. Конечно, нет и вообще даже в мыслях не было. Но, тем не менее, вот такая интересная глава в истории порно. Я думаю, что полезно её знать, чтобы, в принципе, понимать, что вообще происходило в этой индустрии. Мне так лично интересно. Мой такой вот научный интерес был удовлетворён. Ещё интересный момент, что вот этот вот стек порно, его используют реально учёные, которые занимаются исследованием порнографии. Ну, то есть есть такие, не только я одна этим занимаюсь. Да, люди, которые пишут книги по истории секса, истории сексуальности, связи её с эволюцией, с физиологией, с религией и так далее, они как раз-таки для них, вот это стек порно, оно является очень полезным материалом для того, чтобы очень многие интересные вещи разобрать и вынести на поверхность, людям донести, что в то общество были вот такие нравы, делался вот такой контент, и вот к чему это привело. Да даже те же экономические аспекты. Если мы говорили, что это первая бизнес-модель построения адалт-индустрии, то как бы это же интересно. Интересно, что люди использовали, какие инструменты там они использовали для этого. Вот. Но проблема в том, что как бы материалов, которые можно было как-то посмотреть и проанализировать, их не так много. Вот. И всё, что осталось, это чаще всего какие-то коллекции каких-то очень заядлых любителей. Да. Вот в частности есть такой персонаж, как Альфред Кинси. Альфред Кинси. Вот. Он обладает самой большой коллекцией стек-видео. На сегодняшний день у него, значит, в арсенале 1600 фильмов. Вот. Он убеждает исследователей, что эти фильмы в прекрасном состоянии, они отлично сохранились, и что коллекция его периодически пополняется. То, как она пополняется, тоже очень интересно. Ну, то есть люди часто там находят какие-то... Да, катушки с плёнкой там в сундуках своих бабушек и продают, да, в коллекцию этому человеку. Ещё есть такой прикол, как полицейские, которые проводят рейды, изнимают какие-то материалы, и, значит, тоже, ну, не знаю, я не уверена, продают они или нет, но, видимо, как-то договариваются. И всё это попадает в коллекцию вот этого Альфреда, он эту коллекцию лелеет, никому не отдаёт, не разрешает её там как-то исследовать. Вот. А очень, конечно, хотелось бы исследовать. Это же вообще очень пожароопасно, эти плёнки все. Надо внимательно подходить к хранению. Интересный фокус, да, интересный фокус. Да, если у вас много катушек с плёнками, то будьте аккуратны, не курите рядом. И вообще лучше не курить, это вредно для здоровья. Ну, не начинай. Да, вот такая вот, значит, интересная постановка вопроса. Ты когда заговорила за Альфреда, блин, я сразу представил себе в глазах того Альфреда из Бэтмена. Дворецкого. Да, то, что это такой старый дедушка. Альфреда Пенниворда. Ну, у тебя просто старый дедушка из каких-то первых фильмов про Бэтмена или Нолана вообще как бы есть уже куча адаптаций, где Альфред вообще не старый дедушка. Ещё бывший ГРУшник. Ну, да. Ну, не ГРУшник, а агент... ФСБ? Других разведок, других стран. Слушай, ну... Не, ну там типа Энди Сёркис играл в крайний раз. Вот Бэтмен с Паттис, она там Сёркис играла, но дедушка офигенный актёр. По классике Альфред ещё ухаживал за родителями. Да, 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 всё так. Всё так, но там у него предыстория по канонам. Можно посмотреть, там сериал про него вышел, кстати, конкретно про Альфреда Пенниворда. Да, ладно. Да, есть про его становление и всякое. А потом есть ещё сериал Готэм, где Блес Вейн совсем молодой, и там тоже Альфред присутствует. Вот он там и бывший, ну, ГРУшник. Ну, он вообще по канону бывший работник спецслужб. Если что, мы очень уважаем ГРУ, так что... Да. Вот, а по вот этой всей истории, когда ты вот говорила, что это, кроме того, ещё и интересно с точки зрения, как это родила бизнес-модель, что какие-то неотёсанные, грубые, полуприступные, а может, и очень преступные мужики в каком-то амбаре смотрят какое-то порно. И вспоминая выпуск, который у нас был, какие технологии и вот нововведения порно дало, я думаю, вот знал лишь вот этот вот чувак, который вёл платёжные системы, да, и целую финансовую вот эту вот, не знаю, махину построил именно на обслуживании порно-сайтов по приёму там платежей, расчётам, что вот его бизнес отчасти, он должен быть благодарен за него каким-то там криминальным мужикам, которые, значит, собирались, пили сивушный алкоголь и смотрели отвратительное порно. Это же какое-то клише сразу. Как можно было предсказать вот это вот всё? Пашуля, отвратительный алкоголь. А вдруг это было? Почему клише? Маленький городок, какая-то непонятная зачуханная коммуна, что они там пили? Ну вот, ну началось. Может, это высокое общество было, а мы не знаем. Да, ну представь, какое высокое общество. Какое высокое общество смотрит порнуху. Не, ну давай так. В перерывах между... А с широко закрытыми глазами, помните фильм? А это другое, это эрутизация. Так вот, а на тот момент, за неимением лучшего, так, для пепсикольных расскажите, о чём речь, пожалуйста. Последний фильм эпохального режиссёра, господи боже мой. Блин, что-то я... А, Кубрик, Кубрик. Да, вот, Кубрик снял фильм, который вообще показывается только на английском языке и с субтитрами. С широко закрытыми глазами? Неправда, неправда. На интереске.ру можно найти. Да, есть адаптации, но по замыслу его он... В оригинале, то есть. Ну, очень глупо будет пересказывать этот фильм, потому что он, во-первых, монтировался уже не Кубриком, он, насколько я помню, уже умер, и как он видел себе его в конечном варианте, мы уже, к сожалению, никогда не узнаем. Но смысл в том, что там есть некое тайное общество, которое, значит, что-то там решает вопросики, и параллельно, значит, масочки иногда надевает, в залах встречается там всяких, и вот там тоже, знаешь... Чик рыжится, что ли? Ну, по-всякому. Ну, красиво, красиво, да. Ну, это вот, опять же, это про карнавал, про вот эти вот, про оргии, да, про эротизацию вообще, в принципе, про разбуживание наших животных, каких-то инстинктов и желаний. Фильм очень красиво снят, там действительно все очень эстетично, если вы... Там же Том Кукуруз играет. Да, Том Кукуруз, конечно, не Холь Кидман. Да, если вы хотите поставить в один ряд с широко закрытыми глазами или любой другой эротический фильм, да, и стек-порно, то, конечно, вас ждет глубокое разочарование. Вот, если бы Стальный Кубрик снимал стек, наверное, он выглядел бы иначе. Еще интересная мысль у меня сейчас пришла в голову по поводу бизнес-модели, да, вот ты сказал, что вот технологии, думал ли этот чел про создавая платформу для платежей, что так будет. Вообще же, в принципе, мы живем в мире, где очень сложно представить себе что-то без технологий, даже хотя бы каких-то, ну, плюс-минус примитивных, типа Моторолы, да, вот. Но раньше же люди тоже делали бизнес. Бизнес же был и в древние времена, и там Старская Россия. Я не понял сейчас про Моторолу, что ты имел в виду. Я имею в виду, что, может быть, мы и не родились уже в мире, в котором было много технологий, как, допустим, Зумер, да, не родились уже интернет у них. Они не знают, что такое детство без интернета, с палкой ты гоняешься. Кайфово было. По проезду или играешь в троллейбус, используя Старолу. Шалаш мы строили. Да, шалаш, что мы только не строили. Но мы родились уже, ну, какие-то технологии появлялись только, и мы уже видим как бы бизнес, в принципе, в разрезе технологий, что это что-то более современное. Но бизнес был и во времена царской России, и еще позже, да, и в средние времена. У нас, кстати, есть... Без Apple Pay, между прочим, ты это хочешь сказать? Да, именно это я хочу сказать. У нас есть очень интересный подкаст, который называется «Человек-дела», где мы рассказываем про разные бизнес-модели с исторической сводкой, да, то есть про бизнесменов прошлых лет, даже не то чтобы прошлых лет, прошлых веков. Как это вообще, как строился бизнес, на чем люди поднимались, как они использовали, да, первые маркетинговые инструменты придумывали, короче, вот после нашего выпуска послушайте еще и этот подкаст, если вам интересно про бизнес, тоже очень интересно. Вот, так что вот такая вот история сегодня, как обычно, глубокая. Да, я вас расстрою, дорогие слушатели, возможно, какого-то прям стекпорна для просмотра, именно вот аутентичного, оригинального, вы вряд ли найдете, но картинок, картинок в интернете много. Потому что люди такие, цифровать это? Нет, спасибо. А чувак вот, который коллекционирует, он такой, да сейчас. Я тут за это бабки плачу. Мое, мое, никому не дам. Моя прелесть, да. Сейчас я вам прям вот это вот выкинул все в свободный доступ. Чисто теоретически, если он захочет это все продать, это будет стоить как целое состояние? Я думаю, да. Ну, слушай, теоретически это может и может стоить целое состояние, но... Кто это купит? Да, каков спрос на это все историю. А представь, Паш, вот чисто Порнхаб, о, нет, не Порнхаб, прошу прощения, а кто у нас самая популярная? Порнхаб. Бразерс, нет, Порнхаб, это же площадка. А Бразерс откроет такое направление эксклюзивно. Бразерс единственный, кто открывает. А что ты мне рассказываешь? Он Порнхаб вроде недавно отцифровывал старые видосы винтажные. А, даже так? Или это был Бразерс? Да нет, но безусловно, учитывая то, что у них, ну, в целом, это основная их деятельность, если бы у них была такая возможность, они, наверное, бы это сделали. Но, опять же, насколько этот чувак фактически хочет там, да, что-то там отдавать какие-то права. Не, ну, как научный интерес, возможно, какой-нибудь университет бы и выкупил просто, да, в целях изучения. Насчет коммерческой составляющей не знаю, но я думаю, что как любое произведение искусства, которому очень много лет, и которое в каком-то концентрированном количестве хранится у одного человека, ну, ценность сама собой как бы вот рождается из этих факторов. Ну, да. Я думаю, что... И ты смотришь на какую-то картину, которую с какого-нибудь Сотбиса купили за неистовые миллионы, и думаешь, ну, это же мазня какая-то. Ну, да. Я что-то так смог. Это же там две палочки, кружочек. А это репрезентация социального строя какого-нибудь там первобытного. Мы просто с тобой пошули, ну, невысоки. Невысоки. Почему это вы невысоки? Все с вами нормально, не надо вот это вот заниматься. Просто, понимаешь, каждому свое, Денис. Кто-то за культуру шарит, кто-то любит шаурму. Вот я из старых. Получил, получил. Нечего вот это... У тебя есть привычка, Денчик, я заметила, ты любишь очень под одну гребенку, как моя мама. Мама тоже так говорит. Ну, вот, а мы с тобой. А вот вы все. Я такая, кто мы? Кто все? Нет, Дашуль. Почему с тобой? Стоп, стоп. Если быть объективным, мне кажется, мы с Пашей, по сравнению с тобой, неотесанные хулиганы такие, которым Дашенька каждый день, ну, точнее, каждую неделю рассказывает реально впечатлительные, интересные и такие, знаешь, ну, не обучающие истории, но тем не менее просветительские. Интеллектуальные. Интеллектуальные. Мы с Пашей такие, не хуэси. Ну, мы на это не показываем, конечно, но... А вот опять, да, вот он это делает, и он даже не замечает. Ну, во-первых, спасибо. Спасибо, мне очень приятно. Я действительно мню себя очень эргированным человеком. Но, Паш, у тебя есть что сказать в ответ вот этому прекрасному, неотесанному хулигану? Ну, если Денису беседе, ну, приятно так себя ассоциировать, что мы с ним создаем какую-либо общность, то я только за. Коалитию, да. Ладно. Ну, что ж, вообще, мы все здесь в одной лодке, нам всем интересно что-нибудь про порно поговорить. Такая история, об этом наш подкаст, так что оставайтесь с нами на всех платформах, а мы пошли домой шаурму похаваем, да, вот это посидим. Ну, нет. Про тиктоке поговорим. Ты Мане поизучаешь, я так думаю. Маманы. Прошманы. Ладно, будем прощаться. Это был подкаст «Порно», развлекательный проект о порной индустрии. И в студии с вами были Даша, Паша и Денис. Всем пока. Пока-пока. Хулиганы. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова